Хватайте попкорн! Он вам пригодится! 13 загадочных деталей в обычных вещах, о которых вы не подозревали. Мы так привыкли видеть некоторые обыденные предметы, что совсем забываем об их деталях. Однако самые удивительные идеи порой спрятаны на самом видном месте. Вы точно удивитесь этим 13 деталям самых обычных предметов нашего быта. Вы готовы? Загадочные трамвайные зигзаги. Присмотревшись к направляющим проводам трамвая, вы увидите, что они идут зигзагами, а не по прямой. Начнем с того, что у всех трамваев на крыше есть конструкция, которая называется пантограф. Верхняя часть пантографа постепенно изнашивается о провода и нуждается в замене. Чтобы она стиралась равномерно, провода расположены не прямо по пути следования трамвая, а зигзагами. При движении пантограф скользит по проводам и изнашивается равномерно. Ха, отличная практичность. Кто убил короля? Не я, сэр, клянусь вам. В стандартной колоде из 52 карт король червей выглядит немного странно. Да, он единственный носит усы. Но еще страннее то, что он один тыкает себя мечом прямо в голову. Об этом существует несколько теорий. Первая гласит, что изначально у короля червей в левой руке был топор, но с течением столетий и плохим качеством копирования топор исчез, сменившись мечом. Согласно другой теории, король червей олицетворяет психически нестабильного короля Франции Карла VII. По легенде, король сошел с ума и проткнул себе мечом голову из страха быть отравленным. Ха, так себе спасение, надо сказать. Некоторые историки также считают, что король червей символизирует Аякса Великого. А королева червей – Елену Троянскую, наипрекраснейшую из женщин мира. Аякс был одним из ее поклонников, но Елена ему отказала, и он решил покончить с жизнью, упав на собственный клинок. Ну что же ты, Аякс! Королевский герб Великобритании Если вы видели британские монеты, то вряд ли придали им особое значение. Однако монеты в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 пенсов представляют собой части королевского герба, а выложенные вместе они образуют целый герб. Монета же в 1 фунт имеет весь герб на оборотной стороне. Умно! Похоже на мозаику из монет. А представьте, если сделать себе сзади татуировку в виде герба, то можно будет сидеть на целом состоянии. Ну, может, не совсем в состоянии. Символ открытой баночки на косметике Дамы, вы знакомы с безуспешными поисками срока годности на своей косметике? Впредь просто ищите такой символ открытой баночки. У него есть английская аббревиатура PAO, и он указывает, в течение какого времени можно использовать продукт после вскрытия. Рядом со значком обычно стоит число и буква М, означающие месяцы. Ее можно увидеть почти на всей косметике. Только постарайтесь запомнить, когда именно вы открыли упаковку, чтобы знать, когда пройдут указанные на ней 3, 6, 9 или более месяцев. Серьезно? Косметика портится через 3 месяца? Ха! Может, кто-то просто хочет, чтобы вы купили еще? Корона статуи свободы Все вы знаете статуи свободы. Если не лично, то хотя бы по фотографиям. Но обращали ли вы внимание на количество шипов в ее короне? Знаете ли, что они символизируют? Так вот, их всего 7, и они олицетворяют 7 морей и 7 континентов мира. Показывая, что свобода университета, универсальное понятие, которым необходимо делиться с миром. А сама корона, кстати, весьма нелегкий груз. Каждый шип весит по 75 килограммов. В короне также есть 25 окон, из которых открывается отличный вид. Мы лично в этом убедились. Еще один занятный факт. Изначально статуя была одного цвета с пенни, потому что ее отлили из того же материала – меди. Со временем медь окислилась и приобрела и синий-зеленый цвет, который так всем нам знаком. Можете представить себе красно-коричневую статую свободы? Вот и мы нет. Пустые страницы в книгах Вы наверняка замечали, что у многих книг в начале или в конце есть пустые страницы. Но знаете ли вы, зачем они там? Книги обычно печатают на больших листах бумаги, а не на отдельных маленьких листках. И если содержимого книги недостаточно, чтобы все их заполнить, появляются пустые страницы. Издатели часто пишут на них для заметок или оставляют какой-нибудь знак, чтобы читатели не решили, что это типографская ошибка. Цветная зубная паста Вы никогда не задумывались, почему классическая зубная паста имеет красную, белую или синюю полоски? Потому что она из Франции? Неа. Оказывается, у каждой полоски свой состав и свойства. Фтор в белой полоске – самый важный ингредиент зубной пасты. Он отбеливает зубы и удаляет налет. Синий или зеленый гель обладает антибактериальными и освежающими свойствами. Красную полоску добавили позднее. Она содержит ключевые элементы для здоровья десен. На самом деле разные цвета полоскам не нужны. Это просто умная рекламная стратегия. Горькие картриджи от Nintendo Switch Вам хочется съесть картридж, когда вы играете в приставку? Похоже, производители картриджей для Nintendo Switch считают, что только этого вы и хотите, и потому сделали для своих изделий не токсичное, но очень горькое покрытие. А если серьезно, то это довольно умное решение на случай, если ребенок потянет крошечный картридж в рот и поперхнется. А, чье же дитя так сделает? Правильно, мое. Горький вкус заставит ребенка в отвращении выплюнуть картридж. Числа на пакетиках Heinz Возможно, вы не обращали внимания на маленькие числа в правом верхнем углу пакетиков Heinz. Если вы, как и мы, сразу приступаете к делу и рвете их. Возможно, вы даже не замечали, что один и тот же соус может иметь разную маркировку. Интернет-сообщество потребовало объяснений, потому что у него слишком много свободного времени. И Heinz ответила на официальной странице в Твиттере. Да, у них она есть. Как выяснилось, эти цифры означают коды запуска для превентивной ядерной атаки. Ну, конечно, нет, это всего лишь номер линии, на которой наполняли этот пакетик. Да, вот и все. Ничего особенного. Отверстие в колпачке шариковой ручки Большинство считает, что крошечное отверстие в колпачке ручки призвано выравнивать давление. Чтобы ручка не протекла. Неплохо, но на самом деле все куда серьезнее. Если кто-то случайно проглотит и подавится колпачком, дыхание не будет полностью перекрыто. Останется небольшое пространство для поступления воздуха. Вы заметили, сколько лишнего люди суют в рот? Напоминаем, класть туда нужно только пищу. Колпачки не еда. Маленькие бугорки на клавишах F и J на клавиатуре. Это подсказка для опытных пользователей, печатающих слепым методом. Клавиши F и J – якоря, на которые ставятся указательные пальцы. А бугорки нужны, чтобы быстрее найти нужную позицию. Углубление на дне бутылок вина или шампанского. Многие думают, что они сделаны для удобства официантов, когда те разливают гостям напитки. И хотя это действительно помогает, углубление существует не поэтому. А потому, что дно и стенки бутылки более хрупкие, чем горлышко, и могут лопнуть при закупоривании пробкой. Углубление в дне компенсирует давление, образующееся в процессе укупорки. Именно поэтому у бутылок с шампанским углубление больше, из-за газа в давлении в них еще выше. Маленькие отверстия в иллюминаторах самолетов. Вы замечали крошечные отверстия в иллюминаторах и задумывались о том, зачем они там? На самом деле у них две задачи. Во-первых, они выравнивают давление воздуха. При взлете давление внутри и снаружи самолета разительно отличается. Благодаря этим дырочкам, внешним стеклам не нужно нести на себе всю нагрузку. Во-вторых, без этих отверстий иллюминаторы полностью запотеют и лишат вас вида. О, довольно крутой поворот событий! Какой факт удивил вас больше всего? Знаете ли вы о других мелких деталях обыкновенных предметов? Поделитесь с нами в комментариях! Отправьте видео друзьям и не забывайте поставить лайк! Уже подписались на наш канал? Нет? Тогда сделайте это прямо сейчас, потому что у нас еще полным-полно отличных видео! И оставайтесь на яркой стороне! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...